Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о знаменитой американской картине «Отступники». Это тот фильм, с которым Мартин Скорсезе, великий и неповторимый, выиграл наконец-то свой долгожданный Оскар. И действительно, к вопросу о том, надо ли эту картину каким-либо дополнительным образом представлять, вроде бы все о ней знают, но тем не менее я себе поставил за правило, это не только мой экскурс в какую-то историю, что я хочу о чем-то обязательно рассказать, а это мой канал, это в какой-то мере кинодневник собственных впечатлений. Вот я что-то посмотрел, вот об этом я хочу рассказать. Вот действительно, этих «Отступников» я пересмотрел относительно недавно, довольно свежи они в памяти, хотя на самом деле, я так про себя думаю, что они неплохо сохраняются в памяти, и после первого просмотра, благодаря, в какой-то мере простоте своей истории, она может быть в каких-то нюансах довольно-таки витеватой, бывает как бы, но по сути расклад очень простой, очень яркий, очень зримо и вот выпукло выписанный, и поэтому я когда ее пересматривал недавно, я понял, что я ее очень хорошо помню, вот и по моментам каким-то, и по сюжетным поворотам, и вообще, в принципе, по сценам, то есть она очень такой действительно неординарный фильм, и, наверное, спустя время, конечно, в своем пересмотре уже с какой-то исторической такой дистанции, это фильм все-таки 2006 года, он смотрится даже еще более выигрышней, потому что я вот помню прекрасно свои ощущения, когда я посмотрел картину на ее российской премьере, вот у меня было полное ощущение, ну вот не, ну с этим-то фильмом Скорсезе свой Оскар точно не получит. Вот удивительно, и как ровно с этим фильмом он его и получил, на чем основывалось мое то мнение, а потому что, ну, про Скорсезе можно говорить огромную целую лекцию читать, это режиссер, который начинал еще в 70-е, и вот я не так давно тоже рассказывал на своем канале о другой его картине, которую не так давно тоже пересмотрел, «Нью-Йорк, Нью-Йорк», которая произвела на меня очень серьезное, вот новое такое впечатление, вновь я на нее как-то так взглянул, ну и, конечно, и таксист на самом деле, я тоже относительно недавно пересматривал, тоже впечатления о нем довольно-таки свежи, ну и вот так или иначе к творчеству Скорсезе порой возвращаешься, но вот начиная в 70-е годы, вот у него были разные периоды в творчестве, очень такое, конечно, яркое начало, потом, ну понятно, 80-е и 90-е мы можем так перечислять, и вот к нулевым годам, понятно, это режиссер, который уже 30 лет, что называется, на эстраде, в центре внимания кинематографического, очень молодым он выиграл Каннский фестиваль вот с этим таксистом, то есть обладатель Золотой Пальмовой ветви, многих других наград, вот режиссер, но при этом безусловный классик, режиссер, на которого ориентируются многие другие кинематографисты, но при этом не имеющий главной награды Оскара, вот главной для американских кинематографистов, несколько раз он на нее к тому времени выдвигался, ну и вот как-то вот все не получал, и чувствовалось прямо-таки, что в новый век он вошел с каким-то таким, во-первых, это называется и вторым дыханием в творческой жизни, и вот с каким-то стремлением все-таки этот Оскар себе забрать, потому что у него как раз в 90-е годы, особенно вторая, вот середина и вторая половина 90-х годов, у Скорсеса была какая-то такая немножечко такая проходная, такая, ну скажем так, не самая яркая, вот ему тогда было в районе 55 лет, вот, и в какой-то мере может быть какой-то и творческий кризис, жизненный кризис, ну, как-то вот не все фильмы того периода, скажем так, посоветуешь так, с легким сердцем. И, а в 21 век он вошел, во-первых, он вошел с совершенно иным размахом, стал снимать фильмы иного масштаба, собственно, и до нынешней поры, вот это его движение, оно сохраняется, и вот с относительно недавним ируанцем огромным, и сейчас с новой его картиной, вот желание уже, ну вот снимать такие колоссы, скажем так, да, в разном жанре, с разными историями, но тем не менее, это должно быть, в общем, и с огромными тоже бюджетами, которые вот каким-то образом этому скорце сдавали все время, да, несмотря на то, что вот он автор, но вот он как-то себя показал, что вот автор, который хочет и имеет возможности получить большое зрительское внимание, приятие, хотя на самом деле по вот так, по цифрам-то и не скажешь, то есть у него самый в итоге кассово успешный фильм был как раз, вот только оказался «Волкс Уолл-стрит», такая, что называется, скажем так, производственная комедия, да, а до этого вроде огромных цифр он в прокате не показывал, и тем не менее, продюсеры ему верили, и вот эти бюджеты для него складывали, и сперва это вот, если говорить уже о нулевых годах, это была «Банды Нью-Йорка», такой тоже исторический, можно сказать, эпик, соответственно, отмеченный, да, принятый сразу Американская киноакадемия, отмеченный десятью номинациями, и вот, ну, действительно таким был событием года, а далее продолжилось с фильмом «Авиатор», тоже очень таким ярким и тоже с историческим как раз уклоном, и как раз с серьезным зрительским началом, и это как раз зрительское начало, оно во многом подчеркивалось присутствием в кадре в главной роли Леонардо Ди Каприо, действительно молодой артист, необыкновенно популярный, сорвавший огромную мировую славу, просто славу, которую мало кто из артистов когда-либо вот подобную славу получал благодаря «Титанику», Ди Каприо сделал небольшой перерыв и сказал, что он будет работать только с теми, с кем он хочет работать, и вот он в качестве одного из своих постоянных соавторов, соратников, вот он выбрал классика живого Мартина Скорцезе, а для Мартина Скорцезе, конечно, этот тоже выбор был, ну, золотым, потому что понятно, что он хотел снимать истории свои, Ди Каприо прекрасный актер, действительно ведущий актер своего поколения, и Ди Каприо звезда, под которую, собственно, вот эти огромные бюджеты и выделялись, то есть это звезда, которая гарантировала, что фильм с его участием посмотрят, да, посмотрят по всему миру, и вот «Авиатор», он пользовался даже еще большей академической популярностью, не говоря уже о зрительской, это было 11 номинаций и, кроме того, еще и 5 побед, и, тем не менее, это вот на главном, уже финальном, как бы, этапе Оскаровской церемонии, все равно каждый раз, вот в оба эти раза случаясь облом, и главные награды уходили другим картинам, и вот спустя 4 год, 4-летний перерыв был в фильмографии Скорсезе, и вот он вновь пытается вот эту планку покорить, или нет, 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 я сейчас перепутал, нет, а как раз «Отступники» вышли в обычном режиме, собственно, «Банда Нью-Йорка» второй год, «Авиатор» четвертый, «Отступники» шестой, да, а потом был 4-летний перерыв до «Острова проклятых», да, вот, извините, хорошо, что я вовремя себя поправил, вот, и, нет, значит, соответственно, Скорсезе работает вот в привычном ему режиме, и когда, вот я возвращаюсь к такой своей мысли, когда я смотрю «Отступники» в первый раз, я почему думаю, что нет, с этим фильмом он «Оскар» не выиграет, потому что, конечно, отличие разительное, а это уже, ну, совершенно иной масштаб, то есть вот вспомним масштаб и амбицию, амбицию даже в первую очередь «Банда Нью-Йорка», аналогичный вот масштаб, и еще более, может быть, даже ярко выраженную амбицию «Авиатора», и тут вроде бы фильм, который этой амбиции практически лишен, то есть такая, в принципе, городская, современная история, то есть это уже не исторический какой-то эпос, или экскурс в какую-то историю, это уже криминальная история вполне, да, она интересная с точки зрения сюжета, но, в принципе, решенная довольно-таки простыми способами, без какой-то, без вот, вот действительно, фильм, в котором эта режиссерская амбиция, она была как бы куда-то запрятана, и мне казалось, ну, да, то есть если Академия не обратила внимания на такие амбициозные скорсезовские проекты, ну, куда ему, в общем, с этими отступниками, но, как мы знаем, зачастую, если не всегда, очень многое решает контекст, окружение, и вот так вышло, что, наверное, для того года как раз отступники оказались максимально выигрышными, выигрышным, то есть вышли именно в тот год, когда, ну, каких-то, может быть, иных таких заметных шедевров, которые могли бы вот претендовать на оскаровскую вот эту награду, на академическую награду на этот Оскар, ну, как-то вот, наверное, академики не нашли, хотя на самом деле все-таки это был и Вавилон, и Ньериту, ну, и Ньериту возьмет свое там годами позже, когда войдет тоже в новую, как бы, пору своего творчества, это была «Королева», но Стивена Фрирза, ну, в общем, тоже довольно милый фильм, но, скажем так, вполне себе обычный. Клинт Ист вот выстрелил тогда с письмами Сыводзимы это фильм о Второй мировой войне, о противостоянии американцев с японцами, уникальность которого заключалась в том, что он был снят даже и на японском языке, это взгляд был на эту войну со стороны Японии, ну, и тем самым, конечно, слабо верилось в то, что вот этот взгляд будет одобрен большинством американских киноакадемиков, ну, учитывая то, что, ну, вот на тот... Это сейчас уже, там, такое разнообразие в киноакадемии формируется, уже сформировалось, что позволило выиграть, допустим, корейским паразитам, но не на тот момент. И еще был фильм из числа таких фаворитов и вошедших, во всяком случае, в пятерку название лучшего фильма года «Маленькое несчастье», очаровательная совершенно, независимая картина, которой досталось, ну, ряд, ну, как бы, второстепенных наград. Ну, в частности, Алан Аркин отжал тогда победу за лучшую мужскую роль второго плана у Марка Олберга, который как раз сыграл, очень прекрасно сыграл в «Отступниках». Ну, и вот на этом фоне, а да, еще надо отметить, что в номинации попала картина «Девушки мечты», прекрасный мюзикл, который вот лично я на тот год считал, что это лучший фильм года. Он мне, во всяком случае, больше всего понравился. Ну, вот каким-то образом, вот я, ну, оказалось не то, чтобы одинок в своем мнении, но это мнение не совпало с мнением вот этих, собственно, членов Американской киноакадемии. «Девушки мечты» тогда получили максимальное количество номинаций, но при этом не попали, собственно, в главную номинацию за лучший фильм года. И, соответственно, отступникам не могли составить конкуренцию. И вот, получается, вот в этой конкурентной среде, ну, наверное, действительно, академики поняли, что как раз вот выпал их шанс отметить Скорсезе за главными наградами вот этим «Оскаром» и за режиссуру, и за фильм, ну, за фильм получал продюсер уже, вот, но в любом случае честью их вот как бы отдать должное вот великому мастеру. А ведь до этого очень много шуток было и на «Оскаре», что вот Скорсез заходил вот в вечных неудачниках. Я помню, там на одной из церемоний даже была, ведущий такую шутку произнес, что там победила за лучшую песню какая-то рэп-группа, даже не помню, как она там называлась, и он отметил, что вот даже у этих ребят уже есть «Оскар», у Скорсезе нету до сих пор. Вот, что, конечно, такой грустный смех в зале вызвало. И вот, ну, действительно, вот это удачно получилось, удачно вышла эта картина. И я вот в своем мнении о том, что для Скорсезе эти отступники «Оскаром» не увенчаются, я был посрамлен. Нет, и как раз, действительно, тот был момент общий. Настолько это была уверенность в победе именно Скорсезе, что когда, ведь у них тогда, сейчас порой это чаще нарушается, это правило, а тогда правило было железное, то есть награду за режиссуру и за актерские работы вручают предыдущий победитель. И по логике этой, эту награду должен был вручать Энг Ли. Ну, вот я не знаю, то ли он там не смог, то ли, значит, что-то еще там произошло, но в любом случае, когда вместо Энга Ли вышло сразу три человека на сцену, стало совершенно очевидным образом, что они могли выйти исключительно для того, чтобы наградить призом Мартина Скорсезе и никого иного. И вот тут возникает вопрос, конечно, обычно же всегда говорится, что никто заранее, ну, эти конверты не раскрывает, это не, это тайна за сильными печатями, но, вероятно, тут была уверенность настолько сильная, что решили рискнуть, а то, конечно, получилось бы очень некрасиво, если бы на сцену вышли, это, Спилберг, Лукас и Коппола, и как раз, собственно, Скорсезе не хватало им четвертым, потому что эти четверо, они, собственно, считались, что вот они, не то что отцы, но они самые яркие режиссеры эпохи Нового Голливуда, эпохи 70-х, выросшие, во всяком случае, из этой Нового Голливуда, потому что, конечно, Спилберг и Лукас, они, конечно, потом встали по другую сторону, баррикаты как раз эпоху Нового Голливуда, своими блокбастерами как бы разрушили, но в любом случае, это вот действительно четыре, именно четыре ключевых режиссера 70-х годов, и когда на сцену выходят три из них, ну, было бы очень неловко, если бы они вручили там награду какому-нибудь там Иньериту, допустим, я не помню, был ли он номинирован за режиссуру, ну, возможно, да, или даже Клинту Истваду, который вот не входил в их вот это братство, конечно, они, когда они вышли, стало понятно, что наградой сейчас уйдет Мартин Скорсезе, такой исторический момент, который, конечно, вот немножко заставляет нас засомневаться, собственно, в этих словах о том, что никто не знает содержимое конверта до момента, собственно, того, как этот конверт раскроет. И, на самом деле, лучший фильм тогда вручал тоже не абы кто, а Джек Николсон, правда, вышедший в компании с Дайан Киттон, и тут надо тоже вспомнить, что Джек Николсон, собственно, играет одну из важнейших ролей в «Отступниках», нельзя сказать, что это главная роль, она скорее идет именно по линии ролей второго плана, но, собственно, это тот босс мафии, собственно, которого и пытаются прижучить во входе этого фильма, и, собственно, вот тоже, в общем-то, такое ощущение, что Николсон мог, конечно, выйти, вручать эту награду в любой другой год, но то, что его пригласили именно, собственно, вручить награду, собственно, продюсеру того фильма, в котором он снимался, это, мне кажется, тоже, в общем-то, было неспроста и тоже было вот так довольно-таки символично, ну и помимо этого, да, вот я, понятно, что лучший фильм года, лучшая режиссура, и помимо этого был отмечен лучший монтаж, и Уильям Монахам получил награду за лучший сценарий, как раз вот Марк Уолберг из этих номинаций, он оказался единственным проигравшим, а вот как раз Леонардо Ди Каприо в тот год он тоже был номинирован, но номинирован не за отступников, а за Кровавый Алмаз. Вот как-то так вышло, значит, возможно, я уж не знаю, пытались ли его номинировать за отступников, или нет, там вот тоже особая игра идет, потому что когда, вот не всегда так бывает, кстати, что того же Ди Каприо в один год две ярких роли выходят, как правило, он одним фильмом стреляет, ну, в тот год так вышло, что у него две ярких драматических, драматичных роли появилось, и вот, наверное, он сам, и его, ну, те, кто с ним работают, они решили продвигать, в первую очередь, роль в Кровавом Алмазе. Ну, то есть, ну, все равно она не увенчалась успехом, та его номинация. Но, вот, если это говорить, в общем, об оскаровском успехе этой картины, я вот уже столько болтаю, так и не пришел к сюжету, но, опять же, ну, мне кажется, что отступники, про отступников знают все, ну, если в двух словах, то вот тоже для, и для Голливуда, и для Скорсезе, это уникальный случай, это же ремейк. И тогда отступники, по-моему, стали первым ремейком, сейчас уже они не одни в этом списке, вот недавно Кода победила, которая тоже является ремейком, но уже французского фильма, а Скорсезе вдруг неожиданно, что называется, на старости лет, а ему, вот, в год выхода отступников, ему 64 года, он решил сделать ремейк, не обык, какого фильма, а гонконгского фильма 2002 года, двойная рокировка. Ну, естественно, то есть, ну, мало того, что перенеся все в Америку и немножко, конечно, в каких-то моментах подрихтовав все вот, чтобы это выглядело логично, ну, это как раз этим занимался сценарист Уильям Монахан, чтобы это все выглядело логично с точки зрения вот, ну, вот именно американской, чтобы сделать эту историю американской, сугубо американской. Это вот очень интересная, действительно, рокировка двух главных героев. Один из них полицейский, который вынужден, ну, берет на себя миссию работы под прикрытием в банде, то есть, соответственно, полицейский, который притворяется бандитом. А с другой стороны, это не то чтобы бандит, но пацан, который вырос под крылом вот этого босса, местного вот босса мафии, этого Джека Николсона, и получил вот, что называется, с юных своих лет, задание специально выучиться на полицейского, пойти вот в полицейскую академию и сделать карьеру с тем, чтобы быть, то есть, вся его жизненная миссия в том, чтобы стать кротом этого мафиози и, соответственно, вот своим среди вот этих чужих и тем самым работать в дальнейшем на эту мафию. То есть, он не был никогда бандитом в прямом смысле этого слова, но просто он изначально на бандитов работал, вот, собственно, он был их человеком. И одного играет Ди Каприо, другого Мэтт Дэймон, для которого это тоже, конечно, одна из ключевых ролей в его фильмографии, тоже не менее прекрасной и насыщенной замечательными картинами. И вот, получается, два, мало того, две звезды, две световых повести, два, еще и секс-символа своей эпохи. Вот, кому-то нравится один, кому-то другой, но оба молодцы, оба красавчики. И вот, получается, их вот такое столкновение в этом сюжете интригующем. Кто кого? Кто, значит, соответственно, Ди Каприо роет со своей стороны под Николсона, Дэймон, соответственно, роет, пытаясь понять, кто же Крот в окружении Николсона и кто же это. И, конечно, добавляет интриги то, что оба влюблены в одну и ту же женщину, которая играет Вера Фармига. Для нее это одна из, по-моему, даже самая первая такая звездная роль. Я даже потом за нее некоторое время переживал, думаю, ну вот, а вот как она там дальше, как бы там, она так ярко себя здесь показала в этом фильме «Отступники», а вот выйдет ли у нее дальнейшая звездная карьера, ну, по счастью, вышла, да, Фармига, стала звездой, разные фильмовые фильмографии есть. И вот как раз это тоже добавляет вот этого блеска, вот этой истории, что мало того, что они, значит, по разной истории баррикад, но и то, что их объединяет, они любят одну и ту же женщину, и она психолог, который, получается, вынужден приходить и полицейский, и в прицел внимания которой попадает и вот этот якобы бандит, да, и вот она отвечает взаимностью вот неожиданно и тому и другому на их любовные притязания. И, ну, как бы обманываясь единственное в их, в той роли, которую они играют. Ну, я уже упомянул, понятно, Олберг, как ему компанию составляет не менее прекрасный, Мартин Шинн, вот эти двое, которые, как бы, курируют эту операцию по внедрению Ди Каприо в эту банду. Алик Боуден здесь не очень большой роли, Рэй Уинстон, он один из бандитов. Ну, в общем, состав, конечно, такой очень мощный, соответственно, такой, я бы даже сказал, мужланистый, потому что там адреналин, конечно, из каждого хлещет вот тот еще, прям вот это такие мужики-мужики. И при этом Скорцезе удается вот как бы пройти по такому краешку, что это в то же время, вот благодаря присутствию вот этой романтической линии с Фармигой, это в то же время действительно какая-то и любовная история тоже. То есть, вот как рождается зрительский хит? Немного того, немного того, вот это, конечно, сюжет, вот эта рокировка между персонажами с другой стороны, то есть, мы видим одного, мы видим другого, и при этом, вот как бы мы видим их еще и вот не только, ну, скажем так, на работе, но и вот с какой-то человеческой стороны, и это, конечно, рождает, рождает вот такой, как бы, фильм, который действительно застревает в памяти, пользуется до сих пор заметной зрительской популярностью, и в этом отношении, наверное, действительно заметно выигрывает и у авиатора, и у банды Нью-Йорка, и банд Нью-Йорка, да, и вот, наверное, вот учитывая даже наше знание об этом фильме сегодня, наверное, сегодня я, может быть, в меньшей степени бы сомневался бы в его победе на Оскаровской, вот как я засомневался тогда в далеком 2006, ну, потому что действительно она, ну, виртуозно снятая картина, придуманная, ну, придуманная в авторстве, скажем так, за гонконгскими мастерами, но в любом случае даже адаптированная для американских реалий, она очень застревает в памяти, как вот эта финальная фраза Мэтта Дэймона, ну и ладно, в российском переводе, ну и мы помним, что последовало за тем, и действительно остается от этой картины какое-то такое щемящее чувство, всех жалко, и как-то вот всех, даже вот этого, даже тех, кого, может быть, жалеть бы и не следовало, как-то вот, в общем, действительно, это рассказ вот о парнях, ну, которым, они не сами, получается, выбрали эти роли, эти роли были им навязаны, и они, согласившись играть в эту игру, ну, может быть, что-то потеряли, и, а может быть, в другой, в другой истории они, может быть, и стали бы лучшими друзьями, а получается, что вот они разделены, и, вот, как бы, и не, и не узнали друг друга, скажем так, я даже не помню, были ли у них там общие сцены, наверное, общие сцены, конечно, были у Даймана и Ди Каприо, но в любом случае, конечно, нам, может быть, внутренне хотелось бы их подружить, а нет, судьба их развела. Ярчайшая, конечно, картина, уверен, что многие видели и без моей вот такой лекции, но, если вдруг кто-то по каким-то причинам, может быть, в связи с своей молодостью эту картину пропустил, так, наверстывайте. Спасибо.